Всем привет! Один из комментаторов просил меня рассказать подробнее, как я делал модификацию магнитной антенны на вот этом приемнике. Это Handron DAT 737, есть еще такая же, более поздняя, Vitekis 105, по-моему, одна и та же модель в разных корпусах. Сейчас покажу, но приемник у меня этот мертвый. Я его случайно сжег, когда я делал очередную модификацию, но расскажу то, что в нем осталось. Короче, здесь батарейный отсек, в котором раньше был вот такой аккумулятор 700 мАч. Вот, я сделал, поскольку изначально этот корпус был рассчитан на питание вот мизинчиковых батареек, этих 3А, то сюда как раз идеально вошло два кусочка стержня ферритового 8 миллиметров. Вот, и я намотал одну длинную антенну с небольшим дополнительным этим отрезком проводом, потом пополам его разломал, подточил немножко края, чтобы вошло. Вот, количество витков и индуктивность, я, лично говоря, не помню, я мерил, но сколько-то там, не соврать, в районе, наверное, 70... 0,7, короче, миллигенри. Вот, штатная антенна была, что-то в районе 80, наверное, 0,8 миллигенри. И из не очень качественного, во-первых, феррита, во-вторых, довольно толстым медным проводом с очень таким, ну, короче, без шага плотно, я думаю, что добротность у нее вообще невысока. Вот, и ловила она так себе. Так, кто будет приемник разбирать? Я, на самом деле, хочу просто предостеречь о некоторых вещах, чтобы не сломать его раньше времени, потому что это у меня второй приемник. Первый я довольно быстро некоторые вещи в нем сломал. Короче, что два винта, слева и справа от, соответственно, батарейного отсека. Вот, а дальше нужно действовать аккуратно. То есть здесь есть защелки с двух сторон, и если просто так его силой открывать, эти защелки долго не живут, к сожалению. На первом у меня они быстро отломались. Вот, берете такой шпатель медицинский, либо, если у вас крепкие ногти, можно ногтем это сделать. Значит, открывать крышку нужно снизу вверх, поддевая в двух местах край, так, чтобы он немножко вышел из зацепления. Так, ну, когда уже несколько раз разберете, можно делать это ногтем. Здесь достаточно легко, то есть он выщелкивается, вот эти защелки. Сейчас я покажу, что там внутри осталось, там треш полный, потому что я его столько раз переделывал, что уже там половина уже отвалилась детали, а там мелкие все эти SMD-шки. Во-первых, я делал экранирование, заднюю стенку и лицевую панель, надо его разбирать полностью, чтобы это делать. Я заклеил медной фольгой, это все-таки дает существенное уменьшение уровня помех от дисплея. Так, и одна из вещей, которые прямо обязательно нужно сделать, если вы такой приемник купите, это пропаять тщательно разъемы, точнее, не разъемы эти, кнопки вот эти мелкие, они держатся на соплях, изначально там припоя почти нет, и, соответственно, то же самое с разъемом питания. На первом приемнике у меня начали отваливаться кнопки, я их припаял, причем одна из них у меня сломалась, я потом купал на замену и искал специально такой же. Вот, на втором, первый я потерял просто, я припаял эти кнопки все, но у меня отвалился разъем питания. Я его паял, паял, кое-как припаял, но другие начались проблемы. Значит, поскольку я часто менял антенны эти, пока добрал нужную, у меня, когда я использовал не очень хороший паяльник большой, мощности не было маленького, у меня отвалился пятачок, к которому крепится здесь один из выводов антенны магнитной. Вот, я потом долго восстанавливал от самой микросхемы ножку делал. То есть это сейчас у меня приемник такой, уже вряд ли я буду восстанавливать. Короче, что случилось? Почему он у меня сломался? Да, вот как я поменял, собственно, батарейку в батарейном отсеке, заменил на антенну, сюда влезает, но на самом деле можно подобрать, их куча разных есть на рынке, при желании можно найти полимерный аккумулятор, 600 мАч. Вот этот 700, толстый, этот тоненький 600. Можно, наверное, подобрать по длине, он будет, ну тоже 700 или 800, там можно порыться, поискать, чтобы он входил сюда и закрывался крышкой. Антенна была штатная, расположена, сейчас покажу где, примерно вот тут, на стоечках таких, рядом с динамиком. То есть минимальная модификация, которую можно сделать, выковырять эту антенну и вставить туда самодельную на плоском стержне, намотать. Откуда взять этот стержень? Можно взять советский приемник с плоским и либо алмазным диском болгаркой, либо я вручной алмазным натфилем выпить кусочек, края зашлифовать на бруске. Примерно вот такой брусок, например, плоский. Вот они в советских приемниках встречаются. От него можно пополам разрезов получить два длинных стержня, каждый из которых еще укоротить немножко. Либо, но это подольше, но тоже вариант 8-мм стержень, долго достаточно стачивать с двух сторон до приемлемого размера. Вот, все это будет работать. У меня, когда я его очередной раз модифицировал, плюсовой контакт оторвался у аккумулятора и на что-то здесь коротнул, короче, с тех пор у меня начала адски греться микросхема выходная. Прямо обжигаешь палец, когда отрыгаешь, когда включен динамик. На наушнике как-то он работал, но я не люблю на наушники, в случае хотел служить с динамиком, поэтому я купил, даже нашел такую же микросхему, аналог заменил, она греется все равно. Значит, что-то еще там сгорело. Мне, честно говоря, надоело возиться с этими мелкими деталями, которые там по миллиметру размером. Вот. Поэтому, да и новые приемники появились. Я на него подзабил, может быть, будет настроение, желание, куплю еще раз такой же и уже сделаю его по уму нормально весь. Вот. Что еще тут можно сделать? Вот у этой микросхемы, если я не путаю, по-моему, если вот крайние выводы вот эти, как бы сказать, не закоротить, а зашунтировать конденсатором малой емкости, то можно уменьшить количество высоких в спектре. Вот такой можно типа маленький кондерчик взять, сюда его припаять. Она не будет так сильно по высоким бить. Вот. Для того, чтобы наушники звук был лучше, вот здесь стояли, у меня их тоже уже дорожки даже оторвались, два керамических конденсатора. И можно, вот я в старом варианте был, у меня припаяны два по 100 микрофарад электролита, для того, чтобы был с нормальными басами звук на наушники. Тоже, опять же, кому это надо. Но хочу просто поделиться опытом таким. Прежде чем понять, как делать правильно, один раз нужно сломать. Вот, почти со всеми устройствами, которые первый раз колупаешь. Иногда нужно разломать, чтобы узнать, что там где-то под наклейкой винт, например, находится, который ты не знал где. Или когда паяешь, что-то там такое отрывается или замыкается, то есть в следующий раз уже понимаешь как. То есть постепенно на таких штуках учишься и нужно быть психологически готовым, если вы не профессионал к тому, что первый раз вы можете что-то испортить. С другой стороны, на каждом таком приемнике у вас приобретается опыт и вы уже более терпеливо и аккуратно можете в следующем своем девайсе что-то делать. Этот у меня был для экспериментов, мне его уже стало не жалко, поэтому я уже смело все это делал. Не знаю, буду ли я его останавливать как минимум, но как донора буду его использовать, потому что он уже такое количество развинчиваний и прикосновений паяльника у меня пережил, что даже если я налажу выходные каскады, то у меня где-то еще что-то посыпется. Мне, честно говоря, уже надоело возиться с ним. Возьму из него антенну и переставлю. Я не знаю, может быть, немножко сумбурно рассказываю. В общем, если вы не хотите делать радикальную переделку со сменой аккумулятора и запихиванием сюда магнитной антенны, то можно что сделать? Оставить родной и маленький здесь вот эту антенну. Сейчас еще раз покажу. Вот она штатная от него была. Заменить на, например, вот такую. Это тоже я сам мотал лицентратом на плоском стержне с какой-то, по-моему, если я ничего не путаю. То ли магнитолы, то ли что-то такого тоже. Короче, надо подобрать нормальный феррит, советский желательно, и сделать катушку. Сколько там чего витков, я на такие вопросы не вижу смысла отвечать, потому что я не знаю, какой у вас провод, какой феррит. Я думаю, что стоит просто намотать и посмотреть, как она будет работать. Вот. Я делал даже бифилярную катушку, то есть Виктор из Саратова, наш незабываемый, он сказал, что у этой микросхемы АКС, у нее вход дифференциальный, то есть она работает, не знаю, как дифференциальный усилитель по входу, то есть у нее плюс и минус не относительно земли, а как бы... Короче, вычитается сигнал один из второго, то есть по фазе, если у нас помеха наводится на два провода, да, то берется разница между проводами, а не относительно земли. Короче, идея была в том, что если намотать бифилярную катушку, то есть берется в два провода, мотается на антенну катушка в два одинаковых сложных, потом концы одного из этих проводов на начало следующего, то есть получается у нас две одинаковых последовательно включенных катушки на одном стержне и, по идее, при таком включении он должен хорошо гасить все шумы, все помехи близко расположены, в том числе и от цифровой части. Но по факту, очень странно все это работало, я, наверное, десятка-два разных антенн проводил. Короче, у них получается паразитный резонанс на какой-то частоте, из-за которой в одной части он ловит очень хорошо, а в другой нифига. Поэтому оптимально, наверное, просто качественную антенну намотать ровно, даже шаг здесь не нужен, потому что маленькая очень длина лицентратом тонким и припаять. Либо мы ставим ее вместо штатной сюда, либо, что предпочтительнее, меняем аккумулятор на аккумулятор большего по площади размера, но более плоский, чтобы он влезть сюда. А сюда, в батарейный отсек, ставим нормальную, даже вот это то, что я делал, не обязательно так делать, достаточно просто, ну, сюда на один кусочек намотать только тонким проводом, потому что при толстом лицентрате у меня не получалось нужную индуктивность набрать. Вот, я думаю, что там, ну, от, наверное, сорока до восьмидесяти, точнее, ноль четыре, ноль восемь миллигенны, то есть восемьсот, четыреста примерно вот туда. В этих пределах можно думать, что он будет предположительно работать хорошо, потому что сама микросхема настраивает емкость свою в резонансном этом контуре, поэтому не нужно специально там, как на советских приемниках, вымерять тщательно. Вот, не могу ничего вам показать, как работает, уже все это отработало. Я ссылку внизу видео на предыдущую вот эту его работу, где нормально все еще было. Скину, можете посмотреть, как это было до и после. Все, спасибо за просмотр и немножко сумбурно все, но очень хотелось эту тему закрыть, потому что я даже не думал, что я буду в него еще лазать когда-нибудь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok